Валерий Бойко Душка Эдуардович или Побеждайте зло добром Эпиграф Черный не зло, это цвет. Валерий Бойко За свою историю человечество накопило много знаний и массу предрассудков. Чем больше было знаний, тем больше предрассудков. Последние накапливались, если первые не могли внятно объяснить явления природы. Всякие приметы за века прочно въелись в нашу психологию. Из несуразного примитивного объяснения они превратились в опасный фактор самовнушения, способного существенно влиять на нашу жизнь. Бог дал человеку право выбора. А мы сами себя порабощаем в пленнике суеверий. Но бывают удивительные случаи, когда зло оборачивается на добро. За примером, мне далеко ходить не нужно. Это мой сосед. Он мужчина лет 50 с высшим образованием, крепко стоящий на ногах в жизни. И зовут его Эдуард. По-простому Эдик. У него хорошая семья. Жена трое уже взрослых детей. Прагматик до мозга костей. Есть еще один наш общий сосед. Только живет он не в доме, а под домом в подвале. Там, где всякие трубы проходят. Это большой кот. И зовут его почему-то все Дух. Все бы ничего, но этот кот черный. Абсолютно как уголь, только глаза оранжевые. И жутковато светятся в темноте. Эти двое ужасно друг друга не любили. Неизвестно, кто первый из них начал эту вражду. Только я знаю точно, что сосед, тот, который Эдуард, был человек суеверный и верил во всякие приметы. А кот-то совсем черный. Так что вывод делайте сами. От их междоусобной войны страдали не только они сами, но и весь дом. У каждого была своя партия сторонников, которая тоже участвовала в регулярных конфликтах. Линия фронта, как любая политика, разделила даже семьи. В собственной квартире Эдик имел открытую оппозицию в виде жены, которая возглавляла группировку дам разного возраста, регулярно подкармливающих птичек, собачек и кошек. Накопленное недовольство повседневными превратностями жизни выливалось в словесных схватках. Они были, как громоотвод. Монтеки и Капулети никогда бы не поняли мотивов наших соседей в желании крови друг друга. Однажды Эдуард возвращался с работы, а дух перешел ему дорогу. Кот просто шел по своим делам, даже не предполагая, что его обычное перемещение будет оценено как наглая провокация. Он просто случайно оказался не в том месте, не в то время. Сосед же был уверен. Черный демон решил сделать ему пакость. Мужчина страшно разозлился. Он в ярости бросился на кота с большим желанием дать ногой под хвост нечистой силе. Но животное вовремя разгадало этот жестокий умысел, и пулей взлетело на дерево. Но этим дело не закончилось. Дух, справедливо полагая, что его враг не обладает способностью проворно лазить по деревьям, устроился невысоко, метрах в трех от земли, на толстой ветке, и начал громко мяукать. То ли он пытался что-то объяснить своему недругу, то ли вызвать подмогу, не ясно. Но его ораторское искусство вызвало новый взрыв негодования у человека. Эдик схватил камень и запустил в кота. Дух среагировал молниеносно, спрятавшись за ствол дерева от зенитного огня. Понятное дело, камень пролетел мимо. Но на его пути случайно оказалось окно первого этажа. Зазвенело разбитое стекло. А в той пострадавшей квартире жила очень грозная женщина, пенсионерка, которая всю жизнь проработала в торговле и знала много нехороших слов, и при этом обладала громким командирским голосом, как минимум, сержанта. В народе таких милых дам называют «гром баба». Она возглавляла трибунал бабушек на лавочке возле подъезда и имела славу ярой защитнице животных. «Представляете, что началось?» Эдуард подвергся испепеляющей артподготовке тяжелейшими выражениями. Я как раз тоже возвращался домой и видел его неразумный поступок с последующим постыдным бегством с поля боя. «Скотина!» — рявкнула напоследок торговка на закрывшуюся дверь подъезда. Во вражде двух кланов я участия не принимал. Напротив, всегда старался их примирить. И в этом случае решил выступить миротворцем. «Вы извините его!» — попытался я вежливо успокоить женщину. «Он же не специально!» «Да он...» «Я это уже слышал!» — перебил я ее. «Если он скотина, а вы зоозащитница, то должны и его оберегать!» Через секунду стало понятно, что я добился противоположного эффекта. Увесистые словеса шершнями полетели, как из крупнокалиберного пулемета, и чуть не обрезали мои уши. Я быстро спрятался в доте подъезда и понял, что в народной пословице «два в драку, третий в известное место» что-то есть. Однако уверен, зло и агрессию против животного проявлять нельзя. Ну, конечно, виноват Эдик. А с другой стороны, меня всегда удивляли люди, любящие животных и ненавидящие людей. На следующий день мы с Эдуардом случайно встретились в супермаркете в очереди у кассы. Разговорились. Речь зашла о вчерашнем инциденте. Понятно, что во всем был виноват этот черный дьявол с хвостом. В свирепую соседку мы не вспоминали по взаимному умолчанию. Неожиданно в наш разговор мешался стоявший рядом с нами не то батюшка, не то пастор. «Побеждайте зло добром», — философски заявил он. «Попробуйте это существо подкормить, например, колбаской». «Да-да, хорошая идея», — оживился сосед. «Колбаска его с крысиным ядом». «Это большой грех», — нахмурился незнакомец. «Я имел в виду, накормите врага своего, а вы...» «Это похоже на коррупцию», — засомневался я. «От взятки есть выгода. А тут какой прок?» — терпеливо разъяснил верующий. «И вообще, сказано, поверю вам, дадина будет. Вы поверили в примету, вот и имеете проблему. Наверное, и неприятности уже есть». Мы переглянулись. На обратном пути домой сосед признался. «Да, этот богослов, конечно, прав. Но не знаю, как с собой справиться. Понимаешь, видеть не могу этого беса. А ты отнесись к нему, как к белому», — посоветовал я. «Какая разница? Он же тварь божия, как и мы с тобой». «Эта тварь уже наверняка сидит в засаде возле подъезда», — проворчал Эдик. Как ни странно, но он оказался прав. Когда мы подходили к подъезду, я заметил нашего черныша под деревом. И тут произошло невероятное. Сосед полез в сумку, достал охотничью сосиску и бросил коту. Дух, то ли от радости, то ли от неожиданности, замер на месте. Он внимательно, но недоверчиво посмотрел на нас своими рыжими глазищами, потом посмотрел на колбасу. Мы затаили дыхание. «Что же, водяры, совесть проснулась», — послышался сзади густой женский голос. Мы обернулись. У открытого окна с новым стеклом стояла торговая дама. «Пытаемся найти общий язык», — объяснил я. «Понятно», — ухмыльнулась женщина. «Подкупить пробуйте. А все живое, оно ласку любит». «А я, я всегда готов ласку дарить», — вдруг заявил Эдик и протянул руки к своей обидчице. Я удивленно посмотрел на соседа, а дама, густо покраснев, спряталась за гординой. Наше внимание вернулось к коту, но оказалось, что его уже нет, и колбасы тоже. Воспользовавшись тем, что мы отвлеклись, он улизнул с добычей. С этого дня Эдуард постоянно подкармливал своего бывшего врага всякими вкусностями. Между ними наступил мир. Этим были довольны все, даже свирепая женщина с первого этажа. Правда, она считала, что Эдик просто платит дань духу. Это был бы хороший конец в нашей истории, но через время жизнь внесла свои коррективы, и получилось необычное продолжение. Как-то Эдуард поздно вечером возвращался домой и был уже недалеко от дома, когда ему навстречу вышли два развязных типа. Один был здоровенный, угловатый, как шкаф, второй меньше, но бальяжней, и держал руки в карманах. Эй, мужик, дай на бутылку пролетариату. Грубо потребовал тот, что побольше, явно вожак. И быстренько, или пожалеешь? Угрожающий сквозь зубы прохрепел подручный. С первого взгляда было видно, что к трудовому классу эти люди отношения не имели, и деятельность их носила исключительно криминальный характер. Неизвестно, чем бы кончилась эта неприятная встреча, если бы не забавный поворот событий. Неожиданно сверху послышалось какое-то странное утробное рычание. Все посмотрели вверх. В темноте кроны дерева ярко светились два злых оранжевых глаза. Эдик воспользовался моментом и бросился через дорогу к дому. По привычке воспитанного человека он побежал к подъезду по пешеходной дорожке. Грабитель воспользовался его ошибкой и решил перехитрить беглеца, срезав угол через клумбу с цветами. Он быстро набрал скорость и был уже посередине дороги, когда у него за спиной раздался душераздирающий крик напарника. Дух, а это, как вы понимаете, на дереве был именно он, прыгнул на голову хулигана и вцепился когтями в скальп. От испуга и боли горе-бандит начал дико орать и бросился бежать по дороге вдоль дома, сполошив жителей всего квартала. Его шкафообразный предводитель продолжал преследование жертвы, но поневоле на мгновение отвлекся. Через секунду он на полной скорости лбом встретил столб. Столб был старый, но крепкий, из хорошего железобетона. За время своей долгой службы у дороги он видал даже разбитые автомобили у своего подножия. Так что прибывшему наряду полиции пришлось вызывать медиков, чтобы пообщаться с его сознанием. Слава Богу, преступник остался жив. Его прочный череп уцелел. Сотрясение получил только не совсем умный мозг. Второго члена банды поймали за три квартала от места происшествия. Он уверял работников правопорядка, что на него напала пантера и хотела его съесть. Никакого такого кровожадного зверя рядом обнаружено не было. Странное поведение задержанного заставило полицейских отвезти его к психиатрам и оказалось не зря. После этого случая Эдуард забрал к себе домой своего спасителя. Этому была рада вся семья. Особенно жена. А что особенно радовало, враждующие кланы окончательно примирились. Теперь черный кот стал домашним любимцем и на улице появляется редко. Но когда это случается, все соседи ласково и уважительно называют его Душкой Эдуардовичем. Текст читал актер Юрий Яковлев Суханов. Спасибо и до новых встреч Киев май 2022 года. и до новых лет. Субтитры и до новых